Всем доброе утро! Я охрипла. Я не знаю, как снимать видео, но я охрипшая и охрипшая уже два дня хожу. Горло у меня болит. А детей вчера выписали, дети выздоровели. Сегодня Мишенька пошел в сад, а Никита не пошел в сад, потому что когда я его начала будить, он не смог нормальный глаз открыть. У него опять глаз заплыл, так что Никита остался дома опять лечиться. А Миша пошел в садик. У Миши сегодня утренник. Вот я сейчас иду на утренник. У нас началась замечательная погода. Сейчас еще утро, еще холодно, а ближе к 12 часам у нас очень тепло становится. Но так как у меня горло болит, я вот теплую куртку надела, а так уже в теплом не ходим. Я хотела вообще ее уже убрать, но нет, пока не убираю, потому что боюсь, что холода еще начнутся. Дорогие наши мамочки. Дорогие наши мамочки. мы увы не знаем, только как в основе Заша у тебя какого цвета кружок? Синий? Майорин. Я веночек с дерева и соловый шелтый кружок Я веночек с дереву шелтый кружок Утренник закончился. Мишу, правда, не вызывали ни в танец танцевать, который он учил, ни там, где они белье стирали, которое он даже дома пел. Тоже не вызвали. Ну, может быть, думали, что он забыл, но зато там дали ему цветочки пособирать. В общем, без участия не остался. Поначалу сидел, смотрел, как все там играют, и что-то скучал, скучал. Потом увлекся, распелся, песенки все спел, молодец. А у меня на слезы прорвало, знаете, от чего. Там вызвали 4 мальчика, они номер играли бабушке-старушке. Ну, мальчиков переодевают в бабушек, и они там показывают номер. А у нас этот номер один в один, и этот же номер. Никитка танцевал, когда был в таком возрасте, и я вспомнила, мне когда слезы прорвало, я подумала, как быстро время идет. Это вообще... Я вспомнила, как Никитка в этой юбке белой, белой косыночке танцевал вообще. Ну, теперь Мишенька такой же, потом Степочка будет такой же, это вообще такое счастье. Вот эти все утренники детские, я только из-за этого хотела, чтобы они ходили в садик. У нас на утреннике искали мам для участия в конкурсе. И мне позвонили, говорят, Настя, давайте участвовать. Я говорю, да я что-то не очень хочу. Говорят, ну, все не хотят, ну, давайте, нам надо, в общем. Я говорю, ну, ладно, я на все согласна. А потом сказали, что в итоге, кроме меня, там никто не откликнулся, то ли один человек, то ли еще, то ли вообще никто. И в итоге сказали, что конкурса такого не будет, но нужно принести блюдо какое-нибудь на утренник. А я сейчас думаю, какое блюдо мне сейчас принести. Осталось до утренника два часа. Я думаю, первая мысль, которая мне пришла в голову, что я могу испечь печенье или пирог какой-нибудь, который я обычно делаю. Я вот решила сделать сейчас быстрое печенье на рассоле. Почему я их решила сделать? Потому что это любимые печеньки Никиты. А утреннику Никиты, скорее всего, они там будут все угощаться, поэтому я решила сделать эти печенье. Пусть они простые, но зато дети их, мне кажется, все дети любят печенье на рассоле. Я не знаю ни одного ребенка, кто бы их с удовольствием не ел. Мои точно все думают. Поэтому сейчас быстро испеку печенье и пойду на утренник к Никите. А у нас еще сегодня снимали жголок после детского сада. Я специально выбирала время попозже, близко к пяти, чтобы после детского сада с ним туда сходить. Узнаем, на что у Никиты аллергия как раз. Я себе пшик и тантам верды. Я не знаю, как голос установить. Я не могу кричать громко, очень смешно получается. У меня голос такой, ой, вообще не мой. Если я тихо говорю, вроде похож на мой. А как я что-то начинаю кричать, или детям что-то доказывать, или громко там Никита, кричу громко. У меня вообще другой голос. Как будто у меня там какая-то новая барабанная, не знаю, перепонка хотела сказать, барабанная. Вообще другой голос, прям немой, мне самой непривычно. Так, первая партия печенюшек у меня готовы. Идеальные получились, просто идеальные вкусняшки. Такое солнце яркое, оно уже такое теплое, вообще так классно. Печеньки с собой взяла в пакетики. И уговорил Сергея со мной пойти. Так что пойдем вдвоем. Там, кстати, вчера еще с 23 февраля поздравляли у Миши. У папы вызывали участвовать. Если тебя будут вызывать участвовать, пойдешь? Нет, я устал. Устал? То есть я старый, старый больной человек, не готов сегодня участвовать в конкурсах. А если там больше не будет папы, скажет, ну надо выходить. Что значит надо? Ну. Добровольно все. Нет, у нас добровольно, принудительно у нас все всегда. Я тогда быстро хватаю куртку и убегаю. Я вон печеньки сделала, хотя тоже поначалу отказывалась. Отказывалась, думаю, ты ладно, ставьте уже везде меня, куда хотите, я не против. Сдалась. Мне кажется, женская куртка тут, нет? Да какая женская, мужская? Женская куртка на какую сторону застегивается? Вопрос. Это пуговицы на другую сторону, а молнии одинаковые. Сергей, мне очень нравится эта куртка. Я говорю, что обычная нормальная черная куртка. Ничем не примечательная. Неуютно себя чувствует. Неуютно себя чувствует. У меня в одежде самое главное, это как я себя в ней чувствую, не как она выглядит. Я вот не одеваю то, что она красивая, но... Надеваешь то, что уютно. Вот это неуютно, наверное, все-таки. Мне красная моя больше нравится, которая потреплена. А я ему не даю красную надевать в какие-то общественные места, потому что, говорю, она потреплена. Я ее за 200 рублей купил, так, для работы, там, если копаться идет на даче. Зато неудобно, да? Я ношу ее теперь. Я ношу ее. Большой. Видишь, какой он? Что он тебе нравится, да? Нет. Он действительно большой. Тогда сними его на улице плюс 18. На солнце плюс 25, сейчас, наверное. Какой плюс 25? Плюс 15 сейчас, да? Плюс 15 сейчас, да? А на солнце прям палит сильно. У нас градусник к вечеру показывает и 25. Потому что он вечером как раз на солнце. Все, смирился с круткой. Мне кажется, она очень хорошо выглядит. И карманах мне много, отлично. Просто она мне широковатая. Самых лучших и красивых, самых добрых и любимых мы, девчонок, приглашаем их, торжественно встречаем. Субтитры создавал DimaTorzok Настя приготовила печенек. Только сейчас узнала, что это на конкурс. Печеньки, которые мы больше всего любим с детьми делать вместе. И есть по вечерам, они делаются очень просто. Поэтому дети их даже сами мне иногда делают. Это печенье на рассоле. Покажите-ка, пожалуйста, рецепт. У меня очень нравится. Очень простой стакан масла, стакан кастового, стакан... Захара. Два стакана муки и стакан сахара. Но здесь так, как полстакана сахара. Все. Два стакана. Мама, 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 я, я, наверное, не сумею песни под твой сказать себе родная. Присваивается звание «Самая лучезарная мама». Награждается Юлия Сергеевна и присваивается звание «Самая очаровательная мама». Награждается Штрафкова Надежда Хальдиверовна и присваивается звание «Самая милая мама». Вышли из садика, а тут дедушка со Степкой гуляет. На детской площадке оставила Мишу и Никиту с дедушкой погулять. Сама сейчас пойду домой. Я печенье же оставила в садике, а Никита с Мишей его увидели. Давай хватать. Я говорю, да давайте не хватать, я вам дома сделаю еще. Так что я в итоге сейчас еще делаю. Я специально ставлю такие большие пробелы для детей. Они любят, когда печенье какой-то необычной формы. Поэтому я вот эти звездочки сейчас уберу. А вот такие вот кусочки, прям так и буду класть на противень. И будут такие печеньки различной такой необычной формы. Они любят придумывать на что похоже. Как на облака смотрят, так же и тут. Я сначала хотела подождать детей, чтобы они сами вырезали. А в итоге не дождалась, решила сама сделаю. Они как раз придут. Для тех, кто не видел рецепты этого печенья, я оставлю вот здесь вот. Или вот здесь вот подсказку. Заходите, смотрите. У меня, кстати, вот эти вот все печенья необычные всегда ассоциируются с животными. И всегда так было. Я не знаю почему. Вот именно животных они напоминают. Вот смотрите, прям слон. А вот это вот какая-то пантера или кошка с хвостиком завернутым вытянулась. Тут рыбка. А вот тут вот бежит какой-то волк или лиса с каким-то большим хвостом. Не знаю, у меня всегда ассоциации вот именно с животными. Так, третья партия за день у меня готова. Такие вот печеньюхи. Я иногда, кстати, в середине выпечки их достаю, переворачиваю. И получается, что они с этой стороны такие коричненькие и с этой стороны немножко коричневые. Но вот в этот раз я не переворачивала. Это чисто на внешний вид влияет, а на вкус, конечно, это никак не влияет. Ты хочешь такую вкуснятина? Степка домой пришел. Они еще горячие, Степ. Сейчас остынут, и я тебе дам. Настала теплая пора. Дети теперь во дворе гуляют. Никитика там с самолетами, со своими попросил самолета, ему я ему вынесла. А Миша вон один самолет уже поломал. А в ванной у меня сейчас идет перестирывание зимних вещей. А Мишкин зимний комплект. Там Сергей зимняя куртка стирается сейчас. Буду все зимнее стирать и убирать уже. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...